Привет! Добро пожаловать на мой канал, где мы говорим об осознанном уходе за кожей. Сегодня у нас с вами будет очень редкое видео. Это видео о пустых баночках. На самом деле пустых баночек у меня накопилось очень много, но в сегодняшней подборке будет только корейская косметика. И не только косметика, тут еще кое-что будет. Баночек много, поэтому давайте с вами начинать. Я думаю, что очень многие средства из этих вы знаете. Это своего рода легенды. У каждого бренда у нас сегодня будет с вами и бренд Medipill, и Суини Коко, и Доктор Альба. Такое видео хорошо тем, что это своего рода резюме. Когда продукт использован до последней капли, действительно ты успеваешь сформировать о нем самое полное мнение. Итак, давайте начнем вот с этой вот ампулы. Это Medipill, линейка Peptide 9 Volume Bio Tox. Вы знаете, насколько я люблю крем от Medipill из этой же линейки Volume Tox. И когда-то этот крем я попробовала, мне кажется, одним из первых вообще у Medipill. И была совершенно поражена этим брендом. Как он ощущается на коже, как эта кожа увлажняет. Ну и, судя по всему, не только я, потому что вот эта линейка Peptide 9, Peptide 9, давайте вот так вместе поставлю. Она стала прирастать и прирастать и прирастать. И сейчас чего только в этой линейке нет. Она такая же популярная, как и линейка Bortex. Потому что в линейке Bortex сейчас тоже чего только нет. И даже вот, пожалуйста, тканевые маски. У линейки Peptide 9 характерное оформление, серебристое. И вот эта вот ампула, это ампула пептидная. Посмотрите, какое шикарное оформление. И что мне очень всегда нравилось у этих ампул от Medipill, это их огромный объем. Это здесь, конечно, неоспоримое преимущество. Но и по качеству. Ну вот не зря эти ампулы настолько любят во всем мире, как и саму линейку Volume Tox. Потому что здесь такое количество антиоксидантов, причем здесь комбинация разных, в том числе астоксантина. И сам производитель заявляет, что эта комбинация в 6000 раз сильнее, чем воздействие витамина С на кожу. Сюда же входит целый профиль пептидов, включая пептид меди. Но мы с вами уже однажды говорили, что не стоит, наверное, полагаться на пептиды от Medipill. Потому что невозможно, даже при той стоимости, которой стоит эта ампула, положить такое количество пептидов. Это бы стоило 30 тогда тысяч, может быть 40. Потому что те пептиды, в том числе пептид меди, который бренд использует, это очень дорого. Невозможно иметь такой богатейший, широчайший состав и положить достаточное количество пептидов. Но несмотря на это, я не ругаю это средство и не считаю, что я потратила деньги зря. Потому что этот продукт на базе ниацинамиды, в том числе глюкозаминогликанов, так потрясающе увлажняет кожу. Настолько комфортно после него на коже. Настолько она чувствует себя увлажненной, успокоенной, какой-то гладкой. Эти ампулы, вот единственный их недостаток, может быть для меня, как для блогера, это объем. Потому что у меня очень много продуктов, мне разные средства нужно тестировать, а тут такой гигантский объем. Но вы себе представьте, что даже при такой загрузке, вот абсолютно эта вся ампула до дна выпита, при такой моей загрузке и при таком количестве средств я использовала все до последней капли. То есть, конечно же, я так поступаю только с теми продуктами, которые запали мне в душу и которые мне очень-очень понравились. Поэтому вот этот вот продукт из линейки Peptide 9, а у меня была почти вся линейка, и я все пробую от Medipil из этой линейки, что у них выходит. Мне очень нравится, у меня была эссенция, тоник, крем, вот эта вот ампула, потом пенная вот эта вот сыворотка, но, к сожалению, она мне не очень подошла, у меня на нее аллергия. Маски какие-то были, еще что-то, в общем, все, что выходит из этой линейки, 9 пептидов она называется, я пробую, потому что мне она очень нравится, и, конечно, органолептика у Medipil изумительная. Вот этот вот крем я совсем недавно вам показывала, и в нем еще половина оставалась, когда я его показывала вам. Я не пользовалась этим кремом, остатками, потому что я была уверена, что срок годности истек. Но после этого видео, думаю, дай-ка я посмотрю, а реально ли он истек, и оказалось, дорогие друзья, что еще чуть-чуть им можно пользоваться. И я давай скорее этот крем использовать на руки, на ноги, на шею, на тело, в общем, допользовала все до последней капли. Опять же, большой объем, и вот этот вот volume, то, что здесь написано, или volume, это не случайно, но бесполезно показывать текстуру, потому что там нет, уже ничего не осталось. Но про кремы Medipil на самом деле можно петь оды, и можно разговаривать про них бесконечно. Потому что кремы от Medipil, что Bortex, что вот этот вот Volume Tox, это какая-то магия. Они, попадая на кожу, во-первых, они так потрясающе увлажняют, такое чувство комфорта. И они действительно могут создать полное впечатление более объемной кожи, более упругой кожи, более наполненной кожей, более разглаженной. Поэтому для меня самая такая универсальная рабочая лошадка – это кремы от Medipil. Невозможно с ними прогадать. И я, пожалуй, не встречала еще ни одного человека, которому бы кремы от Medipil не подошли или не понравились. То есть даже если человек, например, на консультациях признается, что, ну, к примеру, морщины остались на месте, или там пигмент, то все как один все равно говорят, но увлажняет он, конечно, потрясающе. И еще магия средств Medipil заключается в том, что их средства, при том, что они не имеют четкой направленности и принадлежности к какому-то типу и состоянию кожи, они подходят всем. То есть удивительно, но их кремы, их сыворотки хвалят как люди с очень жирной кожей, так и люди с кожей очень сухой. Вот как они смогли этого добиться? Я действительно искренне считаю, это маркетинговое введение пептидов, не маркетинговое введение. Я считаю, что основная фишка Medipil именно в органолептике и вот этом вот потрясающем ощущении на коже. Именно этим они берут своего потребителя, и для многих, я думаю, что по соотношению цена-качество-объем это действительно будет очень хороший вариант. Так же, как и вот этот вот крем, который, опять же, это крем для глаз в большом объеме, он у меня закончился. И вы знаете, если у меня спросить топ-5 моих самых любимых кремов для глаз, он будет там. Это все та же линейка Пептид Найн. У меня, наверное, ничего там не осталось. Посмотрю. О, вот видите, он какой. Он тянется, он как будто бы вот как улиточные кремы. Но попадая на кожу, он моментально впитывается, и его текстура, как он вообще выглядит на коже, как ложится консилер, например, после того, как я наношу крем, это просто потрясающе. И он тоже называется волюми. То есть слово объем есть и здесь. Посмотрите в названии. Вот как выглядит упаковка. Поскольку у меня кожа под глазами супер тонкая, поскольку у меня с возрастом становится все более и более выраженная носослезная борозда. Для меня, конечно, любые техники, уплотняющие кожу под глазами, создающие хоть какую-то иллюзию объема, чтобы кожа не была такая пергаментная, тонкая, они у меня в почете, они мне очень нужны. Вот этот вот крем один из таких. Когда я первый раз его попробовала в свое время, я думала, что все, лучше я крема не найду. И вы знаете, по большому счету, да. То есть еще раз повторюсь, вот ночью меня разбуди, спроси топ-5 твоих самых любимых кремов для глаз. Этот будет там, однозначно. Есть еще у меня два закончившихся крема. Это с Ванни Коку. Я вам его показывала в прошлом году. И это Доктор Альба. Доктор Альба, кстати, тоже имеет достаточно большой объем. Это 30 мл. Очень многие любят бренд Доктор Альба. Кстати, я не исключение. Я не могу сказать, что Доктор Альба для меня бренд какой-то особенный. Но мне кажется, по соотношению тоже цена, качество, объем. Это где-то рядом с медипил, это где-то рядом с буэна. То есть мне кажется, это прям такие прямые конкуренты друг к другу. Потому что очень похоже позиционирование. Бывают очень похожие составы даже по профилю пептидов. Но Доктор Альба, особенность этого бренда в том, что они часто используют, например, такие компоненты, как белый трюфель. Это более классический крем. Но он тоже мне нравится за то, что он достаточно плотненький, питательный. И он такую некоторую бархатистость на коже создает. Он очень приятный. Называется он мультитритмент. Это продукт и отбеливающий, и разглаживающий морщины. И, кстати, мне и для губ он очень понравился в свое время. Но крем, который я использовала для губ и вокруг губ, я вам сейчас покажу. И это Свойникоко. И вот, кстати, кто ищет крем для губ и не понимает, что взять, я его очень рекомендую. Для глаз вообще на самом деле это хороший крем. Просто он на ламеллярных эмульгаторах, он впитывается в ноль. И поэтому очень многим людям от него недостаточно увлажнения, в том числе мне. То есть я люблю что-то поплотнее, как вот Доктор Альба или как Меди Пил. Это мне подходило идеально. А вот этот вот крем, он действительно очень быстро впитывался. Но нужно понимать, что вот этот вот крем от бренда Свойникоко, он легенда своего рода в Корее. Он действительно пользуется очень большой популярностью, его хорошо раскупают. И именно вот этот вот крем я использовала на губы и на кожу вокруг губ. И в этом качестве он мне невероятно понравился. Здесь тоже огромный профиль пептидов. Сюда даже коллоидная платина входит. Здесь очень много ферментированных компонентов и бифиды, лакта, всех вот этих вот историй. То есть у него на самом деле супер насыщенный состав. Скорее всего, конечно, при такой стоимости мы тоже говорим про некое маркетинговое введение пептидов. Потому что там целый пул этих пептидов. Это и лимфодренажные, и сосудоукрепляющие, и сигнальные, и миорелаксанты. И чего там только нет. Ну, при стоимости крема, опять же, и такой насыщенности состава, чего-то тут явно не доложено, не положено. Но сам по себе крем действительно очень неплохой. Его, кстати, под глаза ведь очень многие любят. А вообще они его переформулировали. Уже помните, раньше, когда ты тоже вам его показывала, он был в баночке. Я его еще тогда заказывала, по-моему, на сайте Korea Depart. А сейчас он официально продается в России, в Золотом Яблоке его можно купить. Они его сделали вот в таком вот тюбике с носиком, для того, чтобы вы могли наносить этот крем как некий филлер, например, на носогубные складки. Ну, вот я его использую на кожу губ, использовала на коже губ и вокруг губ. Вообще, лайфхак использовать кремы для глаз на губах, я уже давно вам говорила, это хорошая идея. Потому что очень многие кремы, это логично для глаз, можно использовать на коже губ, потому что они сертифицируются как кремы, контактирующие со слизистыми. Либо со слизистыми глазами, ну, в данном случае со слизистой оболочкой полости рта. Поэтому вот вам, пожалуйста, вариант крема для губ. Я вообще кремы для губ очень люблю, я не пользуюсь бальзамами, очень-очень-очень редко. Потому что с тех пор, как я стала использовать именно кремы для губ, жизнь моей губ существенно поменялась. И я перестала их так кусать, как раньше, они просто больше не шелушатся, как раньше. Почему это происходит, я вам объясняла неоднократно. Как окклюзия влияет на жизнедеятельность нашей кожи, какие процессы нарушаются. Кстати, медипил, еще одно средство, вам не показало, еще одну огромную ампулу. Это ампула с золотом. Была. Ампула с золотом. И, видите, идеально просто чистая ампула, потому что остатки этой жидкости. Мы с мужем договорились, что он будет золотодобытчиком. И он вымывал вот эти вот... А там все было в золоте. Внутри такие хлопья золота сусального плавали. И он очень ему хотелось узнать. Вот видите, там золотые хлопья такие. И он это золото вымывал. И оно реально вымывается. То есть просто хлопьями вот такими вот. То есть это самое настоящее золото. Он просто смотрит какую-то научно-познавательную программу, все время по телевизору, про золото-добычу. Вот. И, видимо, очень ему это дело понравилось. Действительно, там что-то намыл золото какого-то. Так что можете и в таких целях использовать. Вообще, конечно, хочу сказать, что эта сыворотка... Да, здесь опять же тонна пептидов. Но основная ее задача была, по моему ощущению, успокоение и увлажнение кожи. И антибактериальный эффект. Мне понравилась эта сыворотка. Я не могу сказать, что она была для меня чем-то особенным. Но она действительно очень приятная. И с ней было легко. Потому что у нее была такая легкая гелевая текстура водянистая. Поэтому она подходила в качестве дневного продукта. И могу смело рекомендовать. Во всяком случае, это очень эстетично выглядит. Это действительно красиво. Опять же, здесь большой объем. Поэтому кто заинтересовался... Вообще, изначально производитель пишет, что это для сияния кожи. Ну, вполне может быть. Да, так и есть. То есть этот продукт имеет свойство улучшать свет лица, успокаивать кожу некоторым антиоксидантным, антибактериальным эффектом обладать. В общем-то, так оно и было. Возвращаемся к бренду Свойникоко. Потому что у меня еще один крем от них закончился. Это крем все та же линейка. Пептин биом. То есть это игра слов. От слова пептиды и микробиом. Потому что здесь содержатся, как я уже сказала, и пептиды, и компоненты, непосредственно влияющие на микробиом. Опять же, все та же текстура на ламеллярных эмульгаторах. Особо нечего показывать. Ну, вот он легкий-легкий был крем. И очень быстро впитывался. Для меня этот крем был вполне базовый. То есть я его с удовольствием использовала в качестве дневного. Когда мне не хотелось перегружать кожу. Я не могу вам сказать, что я увидела какой-то невероятный результат. Но, в общем и целом, крем со своими задачами справлялся. Мне он очень нравился. На весну, лето прям прекрасно. Был такой хорошей базой под макияж. Сейчас у меня есть другие фавориты. Даже от того же бренда Греймелин. Гель с полынью я вам показывала. Он как раз занял место вот этого крема Свойникоко. Поэтому вот посмотрите на эти продукты. Они на самом деле разные. То есть крем Свойникоко достаточно легкий. Прекрасно подойдет обладателям жирной кожи. Крем Volume Tox от MediPill подойдет в качестве ночного, например. На самом деле он очень универсальный тоже. И любую рутину украсит. Сыворотки вот эти вот ампулы. Что с пептидами, что с золотом. Тоже достаточно универсальная рабочая лошадка. Кремы для глаз. Доктор Альба более питательный. Свойникоко более легкий. И даже я рекомендовала бы его использовать на губы. Что еще у меня закончилось? У меня закончился CC крем в миниатюре от бренда QSkin. Или CYSkin из линейки Vitamin U. Я вам его показывала в обзоре про CYSkin. Это изумительный на самом деле CC крем. Он правда великолепно выравнивает тон кожи. И он делает кожу сияющей такой. Не жирным блеском лоснящейся. А вот именно как зеркало. Кожа такая наполненная, увлажненная. Как будто бы немножко глянцевая. Как будто бы такая знаете отшлифованная. Мне хочется попробовать полный объем. То есть миниатюра здесь по-моему 7 мл. Да, 7 мл. Степень защиты от солнца здесь SPF 38. И от лучей типа B и типа A защищает этот продукт. Для городской жизни вообще прекрасный просто продукт. Поэтому полный объем я думаю я себе закажу. Хотя у меня сейчас один фаворит в плане тональных средств. Который подвинул все, что только можно. Это тональный крем Амон. Кстати, пришел. Новая поставка. Кто ждал? Во всех трех оттенках. Поэтому, пожалуйста, скидка 10% на него тоже распространяется. Кто ждал? В телеграм, пожалуйста, заглядывайте ко мне. Потому что там мы делимся опытом применения этого крема. И даже визажисты скидывают фото без ретуши до и после на своих клиентах, как этот крем работает и выглядит на лице. Простые пользователи, не визажисты, тоже скидывают и свои сводчи. В общем, у нас там этому тональному крему несколько постов посвящено. Но он действительно впечатлил всех. Поэтому заходите в телеграм, почитайте. Может быть там больше для себя найдете информации. Из масок, что у меня закончилось? У меня закончилась маска Элеван. У меня было 5 вот этих вот саше маски альгинатной. Вот совсем недавно вышел обзор полноценный про бренд Элеван. Поэтому, пожалуйста, посмотрите. Не буду повторяться. И упаковки эти я выкинула. Иначе они очень пачкают. Все вокруг. Закончились. У меня было несколько вот таких вот масок Бортекс тканевых. Но их очень быстро разбирают. По-моему, их сейчас нет в наличии в Голди Локс. Но вы можете оставить заявку. Закончилась у меня вот такая вот маска Поросоуживающая от Меди Тайм. Как-то пристрастилась я к ней. Чистит она, конечно. Просто всю душу вычищает из вас. Причем у них есть две таких маски. Разогревающая у меня еще есть. Хотя я вроде бы их вместе использовала. А вот эта уже закончилась. Но она правда хорошая. Вот если вы хотите качественную, хорошую, очищающую маску, которая не жжет, не печет, которая действительно хорошо очищает, Я вам очень рекомендую. Бренд для меня новинка, находка. Я вообще не знала его существования. Меди Тайм Нео. Он называется. Новое поколение дерматологического ухода за кожей. Называется бренд. Так нескромно про себя пишет. Что касается улучшения рельефа кожи, очищения и поросоуживающего эффекта, это действительно есть. Я люблю использовать, любила использовать эту маску вместе с кислотами, чтобы подсузить потом поры. Например, тоник с кислотами, с кактусом от Буэно. Мне очень в последнее время нравится. Я прям не слезаю с него. Но его еще много. Его надолго очень хватает. Покажу вам коробочку. Вот видите, она алого такого цвета, цвета фуксии. Называется корсетная маска, как я ее называю. Потому что у них есть еще такая же. Она изумрудного цвета. Вот она разогревающая. Вот эта маска, конечно, она, мне кажется, поинтереснее, если честно. Поэтому берите. Я думаю, что вы не пожалеете. А, кстати, если возвращаться к бренду Элеван, маска, которая у меня закончилась, вот эта вот альгинатная с золотом. Она реально с золотом. И лицо потом такое все золотое. Я сегодня как раз узнала, что магазин Голди Локс при покупке косметики Элеван от 10 тысяч дает в подарок вот этот вот коллаген бренда Биодам, который тоже у меня закончился. Значит, это был коллаген в индивидуальных пакетиках. Здесь пакетики по 2 грамма, и было их тут 30 штук. Особенность этого коллагена в том, что он обогащен витаминами. И он обогащен бифидолактобактериями. Их тут прям целый-целый профиль. Посмотрите, как их много. И сначала я принимала этот коллаген, ну то есть коллаген и коллаген. Но примерно через 2 недели я стала обращать внимание, что у меня действительно очень комфортно стало в животе. При том, что у меня прием вот этого коллагена совпал с приемом лекарства, который мне психиатр назначил. А там побочный эффект, ну как у любого антидепрессанта, поскольку в кишечнике же тоже есть эти все штуки серотониновые. Там есть побочный эффект в виде проблем с кишечником. И был полный букет у меня, и тошнило, и в общем чего только не было. И в животе бурлило ужасно, просто ужасно. И вот этот вот коллаген мне действительно помог пережить, потому что образ жизни у меня динамичный. Я то в останки, но то еще куда-то. Замечательно, да, будет, если в прямом эфире случится какой-то казус. Поэтому вот это просто, дружочек мой, пирожочек, покажу вам упаковку. Кстати, очень многие жалуются, когда принимают коллаген, не этот, а в принципе, что у них проблемы с пищеварением. Ну, теоретически такое может быть. Но вот этот как раз коллаген я бы как раз и порекомендовала людям, у которых априори проблемы с пищеварением, даже без коллагена. Потому что есть у меня большое подозрение, что из-за своего состава этот продукт действительно помогает вот этим аминокислотам усвоиться. Они же очень для нас важны. Вопрос не в том, как преобразится ваша кожа. Она может и не преобразиться. А вопрос в том, насколько вы пополните свой рацион. Потому что у меня питание не системное, не сбалансированное, не регулярное. Я в этом плане вообще далека от образцово-показательного блогера с идеальной просто диетой. Поэтому я коллаген все время даже пауз никаких не делаю. Каждое мое утро натощак начинается с коллагена. Уже 4 года как. Поэтому коллаген я люблю, пробую разные. Вот этот у меня закончился, тоже могу его вам порекомендовать. Это корейский бренд. Азиаты, кстати, делают очень такой интересный толковый коллаген. Они это любят. И коллаген в индивидуальных упаковках это хорошее решение. Это очень удобно, удобно брать с собой. Можно прям воду в бутылочку насыпать. Например, когда нет возможности перекусить и выпить этот коллаген. Поэтому дело хорошее. Вот те пустые баночки, флакончики, которые я накопила. Это корейская косметика. В других выпусках поговорим с вами о других пустых баночках российских производителей и так далее. Потому что их у меня поднакопилось. Но еще раз повторюсь. У такого блогера, как я, когда ухода очень много, действительно, и постоянно есть необходимость что-то тестировать. Когда накапливаются пустые баночки, это значит, что это действительно очень понравилось. Потому что выбор, вот, пожалуйста, любая косметика, любой ценовой категории. А когда ты что-то докончил до конца, это значит, что это действительно что-то толковое, что-то дельное. Расскажите, пожалуйста, что вы из этого попробовали. Каковы ваши впечатления? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пока.